Вы служите на казахском языке, вы читаете Евангелие на казахском языке. Вообще христианин никакой институции не принадлежит, потому что церковь – это не организация. В данной ситуации украинский народ страдает, и Христос с теми, кто страдает. Трудно комментировать поступки неадекватных людей. Трудно комментировать слова, жесты и выражения психически ненормальных людей. Как можно запугать массу? Надо взять какую-то часть людей и их истребить, их уничтожить. Это не важно, виноват тот или иной человек или не виноват. И он приносится в жертву для того, чтобы боялись другие. Добрый день! С вами Дергачев и Инсайт. Если вы хотите отправить нам донаты, мы будем вам благодарны. Канал независимый, мы ни от кого не получаем денег. И я хочу с удовольствием сегодня представить вам нашего гостя, отца Якова Воронцова. Здравствуйте! Здравствуйте, Вадим! Я приветствую зрителей и подписчиков канала. Мир всем! Спасибо! А вот первое сразу, что хотелось бы спросить, потому что это очень важная для меня вещь и для нашего канала, это вы год назад, после начала войны, были буквально одним из нескольких казахстанских священников, кто подписал письмо против вторжения российской армии в Украину. А потом были какие-то обсуждения о том, что вот имел он право, не имел он право, почему священник участвует в политической жизни, почему он вообще высказывается о том, что происходит. Но для многих, в том числе для многих, мне кажется, русскоязычных граждан наших Казахстана, вот этот ваш жест был, знаете, как просто глоток родниковой воды, потому что была растерянность, был страх и был стыд за то, что происходит, потому что, ну, ты там культурно, по крайней мере, связан с той территорией. Вот. А вот что вас действительно попудрило это сделать тогда? Я думаю, что говорить о том, имел право или не имел право, неправильно, потому что миротворческая позиция – это не право, это обязанность христианина, и, конечно, это обязанность пастыря. Я не мог этого не сделать, потому что война – это разрушение, это убийство, это прямое нарушение библейской заповеди, это прямое противоречие с проповедью Господа Иисуса Христа, который сказал апостолам Иоанну Иакову, которые хотели воспользоваться той силой, которая им была дана, чтобы уничтожить людей, не желавших принять учение Христа. Не знаете, какого вы духа? Не знаете, какого вы духа? Не разрушать пришел Христос, а созидать мир, дести любовь. И сам Христос пострадал за род человеческий на кресте. Он принес добровольную искупительную жертву. И всегда Христос на стороне жертвы, не на стороне агрессора. И в данной ситуации уже больше года мы смотрим с измиранием сердца, с болью на те беды, на те скорби, которые приходится нести украинскому народу. И, конечно, в данной ситуации украинский народ страдает. И Христос с теми, кто страдает. Но ведь, скажем так, институция, к которой вы принадлежите, то есть, которая РПЦ, то есть, она все-таки по большей части оказалась вовлечена в войну, которую они даже войной не называют, на стороне российского государства. Как вы с этим обходитесь? — Вы знаете, философ Бибихин говорил, что христианину в современном мире, чтобы быть христианином, надо идти по острию. Вообще христианин никакой институции не принадлежит. Потому что церковь — это не организация. И тем более не организация, которая подобна государству, и которая может быть встроена в какой-то государственный управленческий аппарат, и которая может иметь какую-то политическую позицию. Церковь — это Христос. И те, кто верны Христу. Церковь — это живой организм, богочеловеческий организм, бога и людей. Поэтому я не могу представлять интересы какой-либо институции. А некоторые отдельные представители христианства, неважно того, какой статус они занимают или какую роль в религиозном служении они несут, они могут выражать свое мнение, мнение какого-то количества людей, какого-то большинства, но не институциональное мнение церкви. Потому что голос церкви — это голос Бога. Церковь состоит из двух составляющих — божественной и человеческой. Бог не погрешим, Бог не допускает ошибок. Человек же всегда грешил. И Бог дает человеку право грешить. Он не наказывает моментально за грех. Он не уничтожает грешника, но дает возможность покаяния. Он ждет этого покаяния. Поэтому и представители церкви, и верующие люди, священнослужители могут допускать ошибки, могут неправильную риторику, неправильную сторону занимать. И для меня здесь нет никакой проблемы, потому что я, как христианин, следовал тем словам, которые я прочитал в Евангелии и говорил о своей вере, о том, чему меня научила церковь. Моя русская православная церковь научила меня вот так относиться к войне, потому что война — это неприемлемо. И как член русской православной церкви я не имел права промолчать. Я бы предал свою церковь тогда. Но при этом есть священники русской православной церкви, которые одобряют войну и благословляют убийство. Как с этим быть? Трудно, знаете, трудно комментировать поступки неадекватных людей. Трудно комментировать слова, жесты и выражения психически ненормальных людей. И для меня здесь очевидное противоречие, когда человек заявляет о своей причастности и не просто заявляет, а по факту является членом Церкви Христовой, которая призвана умиротворять, которая призвана идти против течения. Потому что жизнь в миру — это всегда жизнь во грехе. Это всегда разделение, это всегда сегрегация. А христианство против причинения боли. А христианство — это не внешняя деятельность. А христианство — это борьба с грехом. Это личный духовный рост. Это личное богопознание. Но как ты можешь приблизиться к Богу, который сказал, не убей, если ты поддерживаешь агрессию, если ты поддерживаешь убийство? Вы один из немногих, или, может быть, из тех, о ком мы слышим, священников, которые ведут проповедь, в том числе на казахском языке. То есть вы служите на казахском языке, вы читаете Евангелие на казахском языке. А вот с чем... Во-первых, почему такой у вас возник порыв? То есть это миссионерство, скажем так, которое вы осуществляете. А что вы в это вкладываете, когда вы слово Божье на казахском языке доносите? И второе, с чем вы столкнулись, когда вы стали это делать? Проповедь — это естественное состояние христианина. Как для человека, естественно, есть, спать, отправлять другие свои физиологические потребности, так же для христианина важно распространять свою веру, делиться своим опытом богообщения, потому что личное общение с Богом — это такое сокровище, это такая драгоценность, это такая радость, которую нельзя утаить, и которой хочется делиться, и радостно делиться. И когда я смотрю в лица современных людей, я вижу запутанность, растерянность, люди не знают, что происходит, они заблуждаются, и заблуждения накладываются одно на другое. И я вижу путь. Путь того, кто сам о себе сказал, я есть путь и истина, и жизнь, который даёт утешение, который даёт радость, который учит любить. И этот путь — это Личность Иисуса Христа. Поэтому мой долг как христианина, мой долг как священнослужителя, и вообще долг как человека — делиться этим, как называть это миссией. Миссия — это более такое вот институциональное. А здесь — это скорее любовь. Это скорее любовь. Я живу среди людей, и меня окружают люди, которые говорят на двух языках, на русском языке и на казахском языке. Я и сам тоже говорю на двух языках. На русском — хорошо, это мой родной язык. На казахском — хуже, это мой второй родной язык, который я осваиваю вместе со всеми казахстанцами. И я пытаюсь говорить и на нём тоже, и донести до всех истину, откровение, правду. Если познать эту Личность, Личность Иисуса Христа, все узлы распутываются, и жизнь переходит на иной уровень, и отношение к окружающему меняется. Радость в жизни появляется. Вы понимаете, в нашем мире нет радости. Тут война, тут кризис, тут денег нет, тут работы нет, тут близкие родственники болеют, страдают, пьют и умирают. А Христос открывает радость. Это прямая заповедь апостола Павла «Всегда радуйтесь». Как можно не призвать к этой радости, когда сам её постиг и прикоснулся ей? Вы монах. Да? То есть, вот, какой ваш путь, если можно про это сказать, и как сложно, и как давно вы пришли к монашеству? Вообще сегодня, когда происходят такие важные исторические перемены, исторические события, и когда особо ценно говорить о духовном откровении, о Библии, о правде Божией, отвлекаться на мою скромную личность, мне кажется, не совсем правильно. Я обычный человек, простой алматинец. Бог открылся мне в детстве, и с детских лет я мечтал служить Ему и быть монахом. И Бог устроил так, что мне удалось осуществить это своё желание. Семья вам в этом способствовала? Моя семья, мама, сестра, родные вместе со мной шли этот путь. Наша семья, обычная советская семья, которая не была откровенно атеистической, но в то же время никогда не была религиозной или воцерковлённой в каком-либо смысле. Поэтому с детства я опознавал Бога, и мои роды вместе со мной это делали. Ну, вот, отец Иаков, вы мне дали книгу, я хочу её показать вот сейчас, да, то есть это книга о святомученике. Священномученике. 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 Да, вот книга о Константине Аксёнове, книга, на которую вы в целом около четырёх лет вы её писали, да, то есть и на которую вы потратили много времени, ещё и изучая архивы, в том числе работая в архивах Джамбульского, скажем... Джамбульской области. Джамбульской области МВД, да, а вот, и вообще достаточно, то есть вся книга основана на документальных подтверждениях, на фактах, на архивных документах, вот. А в чём вот разница в традиции, в чём разница, почему вот человек, которому эта книга посвящена, называется священномучеником? Христианское отношение к святым — это отношение к людям, которые приблизились к Богу. А святой — это не значит не совершивший греха. Часто существует неправильное отношение к святости, как святые какие-то гиганты, какие-то полубоги. Нет, святые — это такие же люди, как мы, но при этом достигшие единства с Богом. В их жизни Бог присутствовал. И с древних времён христианского быта, христианской практики почитали святых. Первыми святыми христианской церкви были мученики. И также аскеты преподобные святых, которые достигли через подвиг самоотречения, через подвиг поста, уединения монахов, называют преподобными. Священники, которые получили мученический венец, то есть пролили свою кровь за веру в Бога, называются священномучениками. Отец Константин Аксёнов, он один из священномучеников церкви, он относится к числу новомучеников. Новомучениками нас называют святых последнего времени. В 20 веке в советскую эпоху государственная идеология атеистическая, богоборческая стала причиной гонения против религии, гонения против церкви и верующие люди традиционных и нетрадиционных конфессий, но прежде всего именно представители русской православной церкви в большей степени и в Российской Советской Федеративной Республике и в других социалистических республиках подвергались гонениям, арестам, ссылкам, притеснениям и расстрелам без суда и без следствия. Три человека собирались и принимали решение расстрелять, при том, что и не было доказательств и никакой вины, но тем не менее людей называли врагами народа, шпионами, диверсантами и так далее. Ты отец Константин один из новомучеников, один из священномучеников 20 века советского периода. Ну, он был уничтожен по сути дела за то, что он служил неофициально, за то, что он при запрете богослужения продолжал службы, а вот у него к нему приходили тайно прихожане, которым это было нужно, и был донос, и его, по сути дела, арестовали, и потом убили, да, вот, потому что даже назвать это, называть это казнью сложно, это убийство, а потом, и он один из священников, который был убит за то, что он, ну, говоря на свою службу. На обложке книги слова самого мученика распространяют учения Христа. Сам отец Константин сказал об этом на одном из первых допросов следователю всего. Пять раз он был судим, и последняя его судимость в 1937 год высшая мера наказания в Казахстане, сейчас город называется Тарас, в то время в честь Ливона Мирзаяна был назван этот город. Вот и одна из первых, не самая первая его судимость в 20-е годы в Московской губернии следователь расспрашивал его о его политических взглядах. И как священнослужитель отец Константин говорил, что я аполитичен как сама церковь, но я понимаю, что нынешняя власть, действует не от себя и не человеческие интересы, но является инструментом темных сил, инструментом дьявола. И в этой ситуации единственный выход, я вижу, это распространять учение Христа. И вся его жизнь была, вся его жизнь проходила вот под этим кредо, он этим занимался, распространять учение Христа. вот и в Соловецком лагере особого назначения, и в далеком северном городе Шамкурск, где он был в ссылке, и здесь, в Средней Азии, где он служил, а его служение в разных населенных пунктах, начальная точка город Ташкент, где он родился, где он учился в гимназии, где он начинал свое церковное служение, потом Оренбургская губерния, Кустанайский уезд, потом в сторону Бишкека, под Чимкентом, в Ашхабаде много лет, и последнее место его жизни, где он и обрел смерть, мученическую смерть за Христа и был погребен, это город Тарас. Везде он проповедовал о Христе, а поскольку в те годы и в тех условиях церковь была под запретом, в некоторой степени государство поддерживало, хотя, можно сказать, условно об этой поддержке, обновленческий раскол, обновленческие расколеческие общины получали, имели возможность получить регистрацию, хотя их тоже ограничивали, и в конечном счете обновленческие священнослужители, верующие миряне, тоже подверглись репрессиям, многие из них тоже были расстреляны, но тем не менее юридическим правом служения они обладали, а отец Константин принадлежал к староцерковникам, он был близок к митрополиту Иосифу Петровых, который также в Южном Казахстане, в Ченкенте был расстрелян и принял мученический венец за Христа, у них не было такого права, но молитва, совершение службы, совершение божественной литургии, причастие, это естественное состояние христианина, христианин не может этим не заниматься, поэтому отец Константин был вынужден работать в светской организации, он был контролером на радиоузле железной дороги, но при этом нелегально на дому у верующих он совершал богослужения, учил людей верить во Христа, проповедовал, и был написан донос и по доносу отца Константина арестовали и расстреляли. Ну, вот в этой книге вот кажется уже мы много свидетелей знаем, мы много чего читали, много чего уже понимаем, да, про то время и в принципе про скажем так то, что бывает при репрессивных машинах, но в этой книге есть какие-то моменты, которые мне вдруг прямо показались страшными, например, там приводится эпизод, когда прямо в кабинете начальника ОГПУ людей душили, то есть человек набрасывалось ему на шею, значит веревка человека удушали, вот он умирал, потом его еще проверяли, скажем, его смерть ударом кинжала в сердце и потом во дворе там же закапывали. Вот, когда такие вещи читаешь, они описаны абсолютно обыденно, абсолютно вот этим канцелярским обычным языком, вот языком документов, то в какой-то момент хочется не знать про это, уйти, спрятаться, сказать, что ну зачем вы мне все это рассказываете, зачем вы мне эти ужасы говорите, я, знаете, я не буду, не буду я про это знать, не хочу я про это знать, вот, а вы в том числе вот это показываете, рассказываете, то есть как человеку сохранить душевное здоровье, когда вот ужасы прошлого, ужасы настоящего, да, то есть ужасы, которые происходили в нашем городе год назад, ужасы, которые происходят сейчас на войне российско-украинской, а вот как человеку не сойти с ума от такого количества зверства, которое на него наваливается? В человеке соединено очень много различных сторон, которые могут показаться несоединимыми, это социальная природа человека, это культурная природа человека, его этническая принадлежность, языковая, лингвистическая, духовная, мистическая, вот и необходимо быть гармоничным, а гармония достигается в Боге, потому что Бог един, и Личность Божества это любовь, откровение Христа это любовь, Христос это Бог, который любовь принес сюда в этот мир, и когда у нас есть любовь, у нас есть инструмент, инструмент правды, не бояться, ничего, мученическая смерть святых свидетельствует о том, что они прошли вместе со Христом до конца, а что значит пройти до конца со Христом, это не только распяться вместе с ним, а это воскреснуть, стать участниками Пасхи, такой вот хэпиэн всего человечества, всеобщее когда ты понимаешь с точки зрения воскресения, когда ты смотришь с точки зрения воскресения на этот мир, то страдания, боль, оно не страшно, а здесь важно другое, помочь страдающим, протянуть руку, поддержать, как Бог поддерживает тебя самого, как Бог открывает тебе самому, укрепляет тебя, так ты должен исполнять заповедь Божию, делиться вот этой любовью, поэтому любовь делает нас выше, выше страдания, да, мы являемся участниками истории, история это всегда боль, история это всегда войны, это всегда конфликты, но при этом верующий человек вовлечен в эсхатологическую перспективу, это вневременная составляющая, то, что нас ожидает, нельзя сказать, что это будущее, оно уже совершилось, оно уже есть, потому что если мы верим, что рай это то, что будет когда-то, вот потом, я умру, там, мой труп закопают, я попаду в рай, ничего подобного не будет, рай уже сейчас осуществлен, уже сейчас надо в своем сердце иметь правду, любовь и радость, и если я сейчас в рай не вошел, если я сейчас Бога не познал, если я сейчас являюсь источником от вражды, причиняю людям боль, лгу и так далее, тогда никакой рай мне не наследовать, то есть, а если я стал участником рая, я уже присоединился к Богу, то внешнее то, что происходит, оно не страшно, можно и находясь в лагере, там, где вши, там, где болезни, в этой книге описывается быт узников Соловейского лагеря, быть выше этого, и видеть не свои страдания, видеть не свои мучения, не свою боль, а видеть то, что вокруг тебя много людей, которые нуждаются в твоей поддержке, не жалеть себя, не плакать о себе, а сочувствовать, помогать, укреплять, утешать, делиться тем, что у тебя есть. Мы с вами говорили немножко о необольшевизме, который захватил, вот, к сожалению, сейчас, скажем, наше соседнее государство, и вот этот необольшевизм, он в какой-то момент действительно рядится в одежды веры и рядится в одежды добра, и он говорит, мы, мы настоящие, мы правда, но мы, конечно, вот, докажем всем, всему миру, что только мы правы, а с нами Бог, они говорят, но нам нужно вот какое-то количество неправых убить, вот, ну, вот, если книга, о которой вы говорите, да, то есть действительно была написана о времени, где Бог отделялся от тех злодейств, которые совершались, и люди, которые называли себя коммунистами, да, они говорили, мы безбожники, нам это не нужно, и они не боялись делать зло, вот, вне Бога, а то нынешние необольшевики, они делают зло именем Бога. Я думаю, неправильно говорить о каком-то конкретном государстве в связи с идеологией необольшевизма, потому что эта идеология очень распространена и у нас, в нашем обществе, а вообще надо говорить, я думаю, больше не о государстве, а об обществе, в современном обществе, вне границ какого-либо государства, эти идеи очень и очень живы, какая-то ренессанс вот тех ценностей, тех идей, которые привели к созданию ГУЛАГа, к мучениям, к запрету церквей, к массовым пыткам тому, что люди писали доносы, и ведь вот какая составляющая того ужаса, который происходил в 20-30-е годы для того, чтобы эта идеология, сомнительная идеология, попытка создать новый тип человека, человека без Бога, хомосоветикус, не дать возможности человеку быть собой, потому что человек – это образ Божий и подобие Божие, а если Бог под запретом, значит, тут уже не человек, тут уже нечто другое, машина подчинения и машина убийства, а все, кто не согласен, надо как-то с ними разобраться, как-то с ними разделаться, ну, запугать, как можно запугать массу, надо взять какую-то часть людей и их истребить, их уничтожить, это не важно, виноват тот или иной человек, или не виноват, и он приносится в жертву для того, чтобы боялись другие, и вот инструментом репрессии, инструментом гонений было общественное мнение, как ни странно, доносы писались массово, сосед писал на соседа, сотрудник писал на сотрудника, начальник на подчиненного, подчиненный на начальника, и в среде верующих в этой книге описываются факты, когда люди собирались вместе для того, чтобы помолиться, совершали Евхаристию, причащались, после этого садились и вместе пили чай, обедали, и кто-то из них потом шел и писал донос. Так было всегда, так было во время Иисуса Христа, один из апостолов, из 12 учеников, Иуда, пошел и предал Христа после того, как принял из его рук хлеб и вино. И в 20 веке советская большевистская идеология поставила это на массовые рельсы. И доносы в том числе были публичные, и одобрение вот этого безумия на всех уровнях. Я в своей книге цитирую стихи Жамбыла, его песни, восхваляющие Сталина, восхваляющие Ежова, которые борются против каких-то врагов, которые уничтожают людей. К чести Жамбыла следует сказать, что в жамбыловедении существует версия о том, что сам Акын ничего подобного никогда не пел и не писал. Он вообще не владел грамотой, тем более русской. За ним записывали все представленные секретари и переводчики. Но тем не менее, как бы там ни было, от его лица под его именем вот эта поддержка кровавого террора, репрессий, чисток, гонений таких поэтов, публицистов, прозаиков, общественных деятелей, ораторов, которые поступали подобным образом, оправдывая беззаконие, оправдывая репрессии, убийства незаконные. Их было очень много. И вы знаете, опять же, здесь нет ничего нового. Когда Иисус Христос стоял перед судом Понтия Пилата, иудеи во дворе кричали «Распни его, кровь его на нас и на детях наших». Когда мы говорим о необольшевизме, надо вспомнить вот этот библейский момент. Когда-то иудеи взяли на себя и на своих детей вину за кровь Иисуса Христа. Это страшно. Вот я думаю, во многом последствия тех преступлений, которые совершались большевиками, они сегодня приносят свой плод. Советский народ, здесь люди разных этносов, грузин возглавлял партию, там были евреи, киргизы, казахи, прибаты, и люди других национальностей, они все были объединены вот этой идеей и одинаково замазаны в крови. Всходы сегодня мы видим. Вот и ренессанс большевистских идей, необольшевизм, да, к сожалению, мы видим, что прикрывается именем Божиим. Когда было легко, еще апостол Петр в свое время говорил, что сатана пытается изображать из себя ангела света. Враг коварен, он никогда не скажет, я пришел погубить, он никогда не скажет, я пришел солгать. Наоборот, он будет под видом правды подавать ложь, под видом добра подавать разрушение, неприязнь и агрессию. Поэтому, к сожалению, мы можем видеть, что в не большевистском обществе религия используется, вот, используется государством, используется идеологией для своих целей. Это не только христианская религия, любая. И если мы посмотрим, как к войне относятся религиозные лидеры, мусульманские, российские, что делают вооруженные формирования Рамзана Ахматовича, которые с именем Аллаха идут с оружием убивать и чуть ли не называют это священной войной, то есть вы говорите институционально РПЦ поддерживает войну, ничего подобного, поддерживают все люди разных конфессий. И, наверное, в этом страшная ложь необольшевизма. Если коммунисты в 20-30-е годы отделяли религию, пытались с ней бороться, и церковь противостояла, да, действительно, мы видим, из этой книги можно, там приведены факты, что верующие люди, святые люди противостояли этой лыжи. Как они противостояли? Да, словом, да, проповедью, своей жизнью, своей смертью, как песок, который попадает на жернова кровавого молоха. Конечно, он перемалывается, но когда этого песка много, жернова летят. Жертвы репрессий, святые новомученики, исповедники, невинные страдальцы, они были тем песком, который разрушил эту безумную, безбожную идеологию. Но сегодня она возрождается. В том числе ведь возникла в те годы катакомбная церковь, тайное служение. А вот видите ли вы сейчас, отец Яков, видите ли вы возможность для, скажем, такого формата, для такого типа церкви сейчас, вот в сегодняшних условиях, для катакомбных церквей, там, где невозможно, скажем, открыто говорить о том, что ты не поддерживаешь войну? Я думаю, независимо от позиции отношения человека к войне, для христианина в современном мире в том случае, если церковная иерархия передаст управление церкви внешним силам, что сегодня в некоторой степени уже осуществлено, но пока не до конца. Если управлять церковью станет светская идеология, нехристианская идеология, какие-то внешние интересы, интересы государства, интересы нации, интересы каких-то элит или каких-то отдельных групп, но не интересы Евангелия, не интересы правды Божьей, не заповеди Христа, в таком случае, в таком случае, да, единственная возможность сохранить верность Христу, это криптохристианство, тайное, нелегальное служение, но это опять же станет, наверное, поводом для преследований, поскольку в постсоветских государствах во всех довольно строгие, довольно строгое законодательство к религии, и у нас по инерции, по советской инерции существует недоверие к верующим Бога и религиозная деятельность, она довольно ограничена законодательно, поэтому в современных условиях катакомбное служение, наверное, будет осуществляться гораздо более сложно, чем это было даже в то время, если в этом будет необходимость. Я не исключаю, что, возможно, к этому все идет. Ну, мы все-таки находимся на другой территории, мы, скажем, защищены в том числе гражданством, в том числе тем, что мы в Казахстане, то есть мы граждане Казахстана, а вот, и здесь возникает, ну, вот, может быть, одна из немногих возможностей говорить свободно о том, о чем не могут говорить, ну, скажем, граждане того, того государства. Вот, здесь вы чувствуете свою возможность и свою ответственность, вот, ну, скажем, поддержать сейчас тех, кто лишен голоса. Конечно, год назад я узнал о том, что ряд священнослужителей Русской Православной Церкви, проживающих в разных государствах, большинство из них в Российской Федерации, но и в европейских государствах, в Казахстане, подготовили такое письмо, и я поставил свою подпись, и на сегодняшний день большинство из них продолжают отстаивать свою миротворческую позицию, продолжают говорить о правде Божьей, осуждать военные действия, агрессию, призывать к миру, к тому, что агрессия на территории тяжелого государства это нарушение заповедей, и не укради, и заповеди не возжелай, не возжелай земли ближнего твоего, не возжелай имущества ближнего твоего, почему надо взять и территорию другого государства отобрать, это нарушение заповедей, заповедей не убей, и я, как один из этих трех сотен священнослужителей, конечно же, также считаю своим долгом говорить об этом, но прежде всего, как человека, живущего в Казахстане, это не зависит от моего гражданства, да, я гражданин республики Казахстан, не от гражданства это зависит, от того, что мои ближние это те, кто меня окружают, это казахстанцы, это казахи, и прежде всего, важнее всего, я думаю, говорить не о том, что происходит далеко, о том, что здесь у нас мы должны стараться преодолевать конфликты, не разделяться в нашем обществе, слушать друг друга, понимать, да, у нас есть люди с разными позициями, возможно, люди слепо, не имея аргументов, верят, что там это правильная война, не надо торопиться ставить клеймо и говорить, что там сепаратисты, ватники, там, какие-то путинцы, это наши братья и сестры, это наши сограждане, необходимо их услышать, но и так же с их стороны, я не знаю, что надо сделать, чтобы прекратилась агрессия со стороны людей, которые поддерживают войну по отношению ко мне, которые войну не поддерживают, и вообще вот это разделение, оно доходит до ужаса, что меня при моей позиции одни называют ватником, другие называют меня же нациком, люди, мы люди, зачем нам делиться, зачем нам расчеловечивать друг друга, давайте называть друг друга по именам, а не кличками, давайте смотреть друг другу в глаза, это очень важно, стараться понимать друг друга, хотя бы выслушать друг друга, давайте не кидаться какашками в конце концов, вот что я считаю важным для всех нас, терпимость, любовь, правда, как священник, вы чувствуете разделенность нашего общества, то есть вот вы можете как врач духовный вот этот диагноз поставить, то есть насколько серьезно наше общество разделено и больно внутренней грешей. Я не склонен считать себя врачом духовным, я надеюсь, что могу быть инструментом в руках врача, при этом часто неосознанным, несознательным инструментом, поскольку я человек грешный, человек земной, допускаю ошибки, не исключаю, что могу неправильно рассуждать, но тем не менее как человек независимо от того священник я или нет, как человек да, я вижу, я это чувствую нарастающее разделение в последнее время особенно заметно, это вызывает некоторую озабоченность, что я могу сделать, ну прежде всего молиться, молиться о мире, молиться о единстве, молиться о том, чтобы ситуация не перешла к мартобою, прежде всего, но и не только молиться, а призывать, призывать к пониманию, к миру, к тому, что необходимо быть выше, именно с этим связано долг христианина рассказывать о Христе, идите научите все народы, сказал Христос, вот и отец Константин в то смутное время, 20-30-е годы, это было действительно смутное время, люди были запутаны, там гражданская война только закончилась, в которой было не две стороны, там, красные и белые, на самом деле, внутри тех и других были свои внутренние силы, и у людей не было никакой правды, что делать, распространять учения Христа, что делать сегодня, я не претендую на то, чтобы вступать в, как это сказать, я не претендую на то, чтобы конкурировать с исламом, традиционно в Казахстане ислам, вы верите в Аллаха, вы чтите Коран, расскажите об этом всем, ну, расскажите об этом с любовью, верите в Иисуса Христа, расскажите об Иисусе Христе не вопреки людям другой веры, не вопреки атеистам, что мы верим в Христа, мы проповедуем Христа, и мы ненавидим атеистов, давайте их там бить по башке, так неправильно, люди говорят о том, что они являются последователями древней светлой религии тенгриалоса, тенешилык, а при этом они говорят какие-то плохие слова мусульманов, неправильно, это неправильно, если ты служишь Богу, как ты можешь кого-то ненавидеть, поэтому я делюсь своей верой во Христа, верите вы в Аллаха, Бог один, расскажите о нем, но при этом не надо обижать чувства христиан, я же не обижаю чувства других вер, и даже чувства атеистов, да, можно сказать, атеисты заблуждаются, но при этом говорить, что атеисты плохие, мы же отделяем идеологию от человека, грех от человека, воровство это плохо, а вор заслуживается сочувствия, как больной, мы же человека, который болеет онкологией, не наказываем, мы же отделяем, что есть болезнь, человек от болезни страдает, грех это болезнь, неправда заблуждения это болезнь, и больной человек заслуживает сострадания, сочувствия, надо ему помочь, как его вылечить, он заболел, спасибо больше, спасибо за беседу, за то, что пригласили на этот разговор, пусть Бог благословит, и пошлет мир, желаю всем зрителям, подписчикам канала благополучия, понимания и любви. Рахмет. Рахмет.